Привет, друзья! Это ваша любимая рубрика по новостям. Я ее автор и ведущий Андрей Анистрат. И вы помните, вы подписывайтесь, а мы поехали. Новость номер один. Минфин опубликовал бюджет за апрель месяц. И что же в нем интересного? А оказывается, интересное первое. То, что я говорил месяц назад. Нацбанк заплатил налог на прибыль за прошлый год 42 миллиарда. Его посчитали все-таки в этом году. При плане сборов бюджетных денег 117 миллиардов собрали всего 103. В том числе 42 нацбанковских. То есть, если нацбанк считать, то получается процент выполнения плана меньше 90% уже откорректировано. А если нацбанк не считать, то получается полный пи***ц. А это получается чуть больше 50% наполнения бюджета. Это, конечно, такая ситуация плохая. Но новость номер два в том, что на прошлой неделе супергерой, просто посланник всех джедаев, мэр города Черкассы Александр Бондаренко, решил поссать против ветра, против администрации президента. И взяли они на горсовете, приняли программу послабления карантина. И сказали, чхать мы хотели на ваш карантин, потому что статистика не в вашу пользу. Мы хотим работать. Тут же возбудили наши доблестные органы правоохранительное уголовное дело, правда фактовое. И тут же его позвали на допрос в Министерство нацполиции. Правда, потом допрос перенесли, потому что в стране карантин. Он вместе с громадой был приглашен на этот допрос. Официально президент Зеленский выступил в своем супер инстаграме и сказал о том, что у нас с вами децентрализация, а не анархия. Не анархия, а не... что он там сказал? Не знаю, не смотрю. Короче, у нас не конфедерация, а децентрализация. На что Александр Бондаренко сказал, что вы, ребята, будете мне что-то рассказывать после того, как накажете своих. А именно, фигуранта дела по велюру Тищенко номер раз. Номер два. Почему-то работают эпицентры. Причем Кабмин персонально для эпицентра принял супер специальное решение. Они в 11 часов подали заявку, а в 5 уже Кабмин им разрешил работать, потому как они продают вот первой необходимости. И Александр Бондаренко сказал о том, что у вас существуют двойные стандарты. Вот пока двойные стандарты, курите, господа. Поэтому ничего вы мне не докажете и ничего здесь не будет. Тут же его поддержали другие мэры. И у нас это назвали заговором мэра. Тут же Филатов начал рассказывать про то, что, дескать, он поддерживает черкасского городского голову. Тут же Геннадий Адольфович Керни сказал свои слова, что да, не мешало бы задуматься о городе. Да даже Кличко, очень послушный, на первый взгляд, мэр тоже сказал, что не дело так вот, что у нас совсем не так вот, как должно быть. Тут же, вчера, в понедельник, собрался Кабмин и принял решение о выходе частичным из карантина. То открываются летние площадки в ресторанах везде. Открываются парки, открываются все командные виды спорта для профессионального занятия спортом. Правда, на закрытых спортивных базах. Все разрешено теперь работать, заниматься спортом на свежем воздухе. В принципе, все ждали. И я вот, правда, не знаю, что если бы его не произошло, то, может быть, у нас бы наступила какая-то мягкая революция бизнеса, потому что уже всех как бы крепко это стало напрягать. Но, тем не менее, а в это время, в замке у шефа, 30-го, 0-4-го, в день рождения моей первой жены и Филиппа Киркорова, Нацбанк провел закрытый аукцион, на котором раздал аж 7 миллиардов рефинансов. Раздал в 9 банков. Конечно, туда попали государственные банки. И, конечно, это сильно откоррелирует с выкупленными ОВГЗ, которых Минфин продал уже на прошлой неделе, уже 11 миллиардов. То есть, скорее всего, мутка будет такая. Сначала госбанки выкупают за свои ОВГЗ, ну, как за свои, за наши с вами, за вкладчиков. Потом идут, закладывают эти ОВГЗ в Нацбанк, берут оттуда рефинанс, снова идут в Минфин и снова на деньги рефинанса покупают, собственно, эти ОГВЗ следующие. Получается, что на самом деле на ровном месте вот эти 10-9 счастливчиков, 9, подчеркиваю, 9 из 50, получают такой офигенный бизнес по 3% годовых с нулевыми рисками. В государстве взял денег под 8, государству отдал под 11, а на разницу и живем. А теперь у меня к вам вопрос, а зачем вообще кого-то кредитовать, если у тебя есть вот такие приходящие с неба классные бизнеса? Кроме того, вот эти все крутки, они приведут к тому, что где-то, наверное, к середине мая мы почувствуем девальвационное давление на гривну, которое, наверное, все-таки сдвинет с мертвой точки наш сильно устойчивый рынок. А рынок можно назвать устойчивым, потому что даже у себя в телеграм-канале я написал, вчера, вдумайтесь, объем торгов был 45 миллионов долларов. 45 миллионов долларов со спредом в 2 копейки. 26,94 на 26,96. Нацбанк вышел, купил там пару миллионов и зашел. Явно Нацбанк не дает опуститься доллару ниже, чем 27 на улице. Почему рынок 26,96, а улица получается 27, ну, условно, скажем, 10, да? То есть улица тонкая, если узко брать, то тоже получается 27,05 на 27,10, 27,12. Такая история проболтается до тех пор, пока вот эти денежки, которые Минфин получит через вот эти крутки с Нацбанком, не дойдут до конечного потребителя. То есть это все рассчитано на то, чтобы Минфин выполнил свои защищенные статьи бюджета. То есть заплатил докторам, зарплаты госслужащим, чтобы они взяли эти денежки физически и пошли покупать что-то. Продукты, что-то кому-то платить. Такие вот новости по финансовой системе. Сегодня встретил свою приятельницу, которая работает, скажем так, в большой сети магазинов, которые, естественно, ну, туго, мягко скажем, умирают в режиме карантина. Говорит, что где-то нам вообще умножили на ноль арендную плату, где-то располовинили, где-то платят 30%. Но при этом очень тяжело, но можно жить. Можно как-то людям платить зарплату. При этом онлайн продает в тот же период в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ну, а я, говорит, я ума не приложу, что будет в первые дни, когда нам снова включат арендную плату после открытия ТРЦ. Люди, естественно, не кинутся все сразу покупать, потому что денег у них нихрена нету, а расходы включатся по полной. То есть, я, это, это меня двинуло еще к одной мысли о том, что мы выхаркивать этот карантин будем долго-долго. Я думаю, что еще в лучшем случае полгода, а в худшем, наверное, года полтора. Тем временем, кабинет министров после глубокой критики в средствах массовой информации и на нашем канале, конечно, схаманулся и решил назначить новую стратегию выхода из энергетического кризиса. Основными пунктами, собственно, я из всего прочитал, там много-много всяких факторов. Звучит это так. Договариваться с инвесторами в зеленую энергетику для приостановления дальнейшего ввода в эксплуатацию новых мощностей по зеленой энергетике и при этом для того, чтобы снизить немного стоимость электроэнергии, которая производится зеленью, да? Я так понимаю, чтобы компенсировать вот эти перекосы. Но я, честно говоря, внутри себя, я, наверное, готов, если... Вот я же тоже инвестор в зеленую энергию, что если, скажем, будет не 16 евроцентов, а 14, но у меня такой вопрос. Вот я знаю, что DTEC завез без НДС панели, а я их покупал с НДС. Почему мы не в равных условиях? А вы что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, напишите. Должен ли DTEC быть в каких-то суперусловиях по сравнению с рядовыми инвесторами в зеленую энергетику? Друзья, как только это видео набирает 2000 лайков, мы сразу выкладываем наш подкаст с Игорем Уманским, бывшим министром финансов, который проходил на работу всего 26 дней в этом качестве. И он расскажет о всем том кошмаре, который происходит сейчас с бюджетом Украины и как с этим бороться. Если нет, пеняйте на себя. 30-го же числа Верховная Рада утвердила в первом чтении закон о том, как помочь НАЭКУ. Так вот, НАЭКУ все-таки будут помогать посредством выпуска отдельных ОВГЗ на 12 ярдов, которые потом направят 10 миллиардов, направят на погашение задолженности энергорынка перед НАЭКОМ и остальное на реконструкцию атомных станций. Судя по всему, вы недостаточно сильно комментировали мою идею по поводу майнинга и по поводу того, что можно быстро увеличить, собственно, потребление электроэнергии, и там есть определенная рентабельность. Мы даже с нашим гостем, который был у нас недавно на подкасте, посчитали, что в случае, если продавать по себестоимости, окупаемость вообще 5 месяцев. Я бы, честно говоря, запулил такую историю. 6 месяцев по себестоимости, дальше плюс 20% и гарантии со стороны государства о том, что не придут из бушники, налоговики и прочая шлупонь и не заберет у вас ваши майнеры. Вы помните, что на конец августа по энергорынку образовалась такая интересная ситуация. Энергорынок должен 28 ярдов, а энергорынку должны 30 ярдов. Так вот, там в задуме новой стратегии состоит, у авторов закона состоит задум в том, чтобы провести зачеты, взаимозачеты между дебиторами и кредиторами, причем никому ничего не списывать, но при этом оперировать договорами уступки прав требования в том числе. Будет как в анекдоте. Хотели лучше, а получилось как всегда. Десертная новость про Айронмен. Я говорил на выходных с хед-офисом Айронмена, и оказалось, что все, абсолютно все ивенты на лето перенесены на более поздний срок. В висячем состоянии ивенты, которые намечены изначально в календаре, стояли на сентябрь-октябрь, и пока не отменена половинка Швеции, которая назначена на 5 июля 2020 года. Я бы с удовольствием поехал в Швецию для того, чтобы сделать половинку только потому, что она будет первой. И вообще я поеду на первый же ивент, который будет проводиться в рамках этой серии, в рамках всех возможных марафонов Айронменов. Я поеду первым. Мало того, я скажу вам больше, что мы сегодня бегали с бывшим мэром Буэрки и договорились, что как только снимут карантин, мы сделаем трейл в Буэрке. Максимальная дистанция будет 21-100, минимальная дистанция 3, средняя дистанция 8, и мы забабахаем прямо его через неделю после отмены карантина. И я вас всех приглашаю. В ближайшее время сделаю лендоз, и поставлю ссылку в описании для того, чтобы вы регистрировались. Ну так тебе такое, Илона Маска? Была еще новость про Илона Маска, о том, что он сказал о том, что, типа, дескать, акции компании Теслы сильно переоценены, после этого капитализация Теслы упала чуть ли не на 15%. Мало того, думаю, что он это сделал под кого-то, для того, чтобы кто-то втихаря зашел и купил какой-то значительный пакет акций. Но я думаю, что антимонопольный комитет США и бог ему судья, и на этой позитивной ноте, хочу вам пожелать всяческих благ, здоровья, процветания вашему бизнесу. И, как говорил наш... Вы крепитесь, но денег нету.